Итак, дорогие друзья, с вами Валерий Бовсуновский. Шаг 11. Создание системы комментариев. Ребят, мы очень подробно разобрали. Вообще, это может понадобиться. Я понимаю, что сейчас есть дискусс. Но комментарии, оно же и ответы, и вопросы, они могут понадобиться вам индивидуально абсолютно к любому приложению. Поэтому хорошо бы было научиться это делать. Я рассказывал больше часа. В принципе, тут несколько строк кода. Нет, я не согласен. Во-первых, очень подробно разобрали Related Name. То есть, что это такое. Ну, в общем, в курсе я дал весь код. 8 уроков разобрали. В итоге мы сделали следующее. В итоге у нас получилась модель. Значит, соотношение многие к одному. То есть, один пользователь может выбрать любой абсолютно пост и добавить комментарии. Название комментарии, e-mail, сам комментарий и актив. То есть, чтобы модератор, то есть, вы, администратор, могли выключить комментарии, которые вам не нравятся. И далее мы в админку добавили, значит, саму модель и прописали фильтры по активным комментариям, по созданию комментариев, обновлению комментариев. То есть, все эти вещи сделали. Разобрали, как сказал, очень подробно. Поэтому, вообще, это только первый шаг к созданию системы комментариев. Мы собираемся с вами сделать следующее. Нам надо создать модель. Потом, следующим курсом мы создадим форму для отправки комментариев и проверки входных данных. Будем создавать форму из модели. Мы это уже не разделали, но разберем подробно. Потом добавим представление, обрабатывающее форму и сохранение новых комментариев в базу. И отредактируем шаблон деталей HTML, то есть, подробной информацией, чтобы отобразить список комментариев и форму добавления нового комментариев. В принципе, несложно. В этом курсе мы начнем, начали с модели. И, когда посмотрите курс, все подробно. Надеюсь, что все-таки будете активны, не будете больше бояться Related Name. Все, как-то я его пропускал. Пропускал, думаю, надо подробно объяснить. Рассказал на пальцах. Поэтому вопросов больше в применении не должно возникнуть. Ну, школу можно найти по адресу spb-tut.ru. Для вас она будет выглядеть, кто первый раз смотрит, немножко по-другому. Вот таким образом. Вы можете начать новые читать. Начни здесь посмотреть рубрики. Далее вам необходимо получить логин и пароль. Это пожизненный доступ. Если проходит акция, то вам повезет. Вы получите доступ и к Android, и к продажам. В общем, это выгодно. Школа работает, люди растут. Мне это нравится. Спасибо за доверие. Успехов! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!